Начали планерку с кадровых перестановок. Новым начальникам управления образования назначен бывший директор 10-й школы и депутат городского собрания Владимир Давыдов. Департамент архитектуры возглавит Владимир Малов. Главой Молдовского сельского округа назначили Бориса Невзорова, а Волковского – Ибрагима Караева. Одна из главных задач новых глав сельских поселений – благоустройство и санитарное состояние. Ведь чистота и ухоженность – это обязательное условие привлекательности курорта для туристов. Борьба за чистоту в Сочи не прекращается. Только за март в городе было собрано 4,5 тысячи тонн бросового мусора, в том числе и на субботниках. Впереди 22 апреля всероссийский. Выйти на уборку обязан каждый житель курорта, подчеркивает мэр. Ведь чистота – дело общее. Между тем, на прошлой общегородской уборке горожане показали крайне низкую активность. Убирать свои собственные дворы вышло меньше 1% населения. Все остальное было сделано силами администрации. Такое потребительское отношение жителей к своему дому, а в целом и к городу, надо менять. Во многом и от этого зависит благосостояние города. Вся городская среда будет востребована туристами. Как отмечают эксперты, интерес к частным домам и квартирам, по данным колл-центра, возрастает. В субботнике должны принимать участие все. В последний субботник, 7 числа, мы не обязывали это делать. Ваше поручение, как мы выполняли, чтобы привлечь жителей города, но фактически на 99% нам это не удалось. Мы показываем полную неуправляемость так называемым управляющими компаниями. Поэтому в этот раз, я думаю, что ситуацию надо радикально ломать. Радикально сочинцы должны изменить свое отношение к Пасхе. Это не только светлый праздник с угощениями, но и время отдать дань памяти своим усопшим родственникам. А для этого нужно прийти к местам захоронений и привести в порядок могилы. А уже потом с чистой душой и совестью отмечать праздник. Но учтут память не все. В эти дни на городских погостах неухоженно и немноголюдно. Ну а те, кто пришел, хорошо понимают, зачем они здесь в эти дни. Это память. Вот к сыну тоже ходить надо постоянно. К бабушке, к дедушке ходили. Потом время придет и нам будет ходить. Это традиция такая. Надо помнить ушедших. Возле нас могилки три, которые никогда не убирались. В этот раз, смотрю я, и цветочки стоят, и свечечки стоят, и травка поубрана везде кругом. Родители для нас очень многое сделали. Хоть это и советское время, мы жили очень бедно. У нас очень многодетная семья была, пять девочек. И все они выучили. И им я очень благодарна. Я все время преклоняюсь перед ними. Если я к ним не пойду, мне плохо становится. Ну а тех, кто все-таки пришел на кладбище, просят не оставлять здесь емкости с водой. Это способствует размножению комаров. Кроме того, глава города поручил привести в порядок дороги, ведущие к кладбищам. Там, где надо провести ямочный ремонт. Зашла речь и о новом парке культуры и отдыха, который уже очень скоро будет обустроен в микрорайоне Макаренко в честь 80-летия образования Краснодарского края. По поручению главы города там уже идет обустройство дорожек, тропинок, всевозможных площадок активности и автомобильной парковки. 20 апреля здесь будет торжественно заложен памятный камень и пройдет акция по высадке деревьев. Сотни новых растений смогут высадить все желающие. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.